Сегодня довольно необычный выпуск, но думаю будет полезен многим и даже вашим знакомым, чтобы не попасться в лапы аферистов. Досмотрите до конца и если понравится, подпишитесь на канал, нажмите лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а я начинаю. Не так давно известная программа прямой эфир Андрея Малахова провела свое собственное расследование и выяснила, что большинство магов и гадалок обычные шарлатаны, не обладающие никакими способностями. Они обманывают людей на крупные суммы денег, а иногда даже всерьез начинают угрожать. Одна из жертв аферистов Кристина Мельниченко отдала около 2 миллионов рублей, известной в инстаграм гадалке Насте Донченко, увидев рекламу ее услуг в известных аккаунтах. 5 тысяч это только изначально диагностика была, а потом я еще отдала 33 тысячи рублей. Отдала деньги и не получила ничего, призналась девушка. Мельниченко обратилась в правоохранительные органы, чтобы наказать мошенницу по закону. Однако, пока ее заявление зависло в стадии рассмотрения. Мер для пресечения сотрудники полиции не принимают. Мирным путем решить вопрос с Анастасией у юристов не вышло. Астролог пропала. Жительница Южно-Сахалинска Татьяна живет с больной матерью. Из-за действия телемагов она едва не свела счеты с жизнью. В известной передаче Астра ТВ она увидела выступление гадалки Надежды Роуз. Я позвонила, она мне сказала, что у меня большая порча, вас может парализовать и вы умрете. Я выслала сначала 20 тысяч рублей, вспоминает Татьяна. За дальнейшую помощь специалист потребовала дополнительных денег. Так Кулькова взяла кредит и заплатила экстрасенсу 6 миллионов рублей. Даже жить не хочется, вся на нервах. Хотела даже руки на себя наложить, признается Татьяна. У следующей жертвы Любови 8 лет назад пропал 10-летний сын Данил. 2 мая 2012 года мальчик возвращался домой из школы, но так и не дошел. Убитая горем женщина решила обратиться за помощью в центр Михаила Виноградова, который сотрудничает со следственным комитетом. Поисковик Светлана Проскурякова взялась за ее дело. Оплата приема стоила семье 10 тысяч рублей. Она ответила, что сына убил отец и похоронил в огороде. «Я прекрасно знала, что отца в этот момент не было, он уехал», – рассказывает Любовь. Следственный комитет решил проверить версию поисковика, поэтому люди, отбывающие 15 суток, были отправлены на перекопку огорода, но ничего они не нашли. Любовь не теряет надежды, что сын все-таки вернется. Корреспонденты передачи Андрея Малахова решили провести собственное расследование и посетили центр Виноградова под видом обычных клиентов. Репортер после ознакомления с расценками заявил, что ищет пропавшего отца, но показал сотрудникам фотографию актера Владимира Стержакова. Специалист центра не узнал звезду, но отметил, что у мужчины на снимке есть связь с Прибалтикой, а также озвучил некоторые факты из его жизни. Впоследствии собственный корреспондент программы передал услышанное Стержакову и тот заявил, что ни один факт ничего общего с его биографией не имеет. Уважаемые зрители, а вы сталкивались с псевдомагами и гадалками? Помогли они ли вам, либо просто выманили из вас денег? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!